Я обращаюсь от всех жителей поселка 6-7 к депутату Крикуленко. Я очень прошу вас, примите какие-либо меры по отношению нашей жизни на забытом поселке 6-7. Почему говорю на забытом? Потому что обидно. К нам не ходят автобус с первого дня войны. Мы страдаем от этого. У нас неплохая дорога, хотя наши власти Никитовского района обещали ее хоть как-то подремонтировать. Убрать вот эти сожженные машины, которые стоят и нагоняют на людей страх. Водители 17-29 маршрута, которые ходили к нам до войны, они отказываются к нам сейчас ездить, мотивируя тем, что у нас плохая дорога, что у нас к нам страшно ехать. Но мы не просим, чтобы к нам ездили автобусы, так как на Зайцево и на Жованку, где идут постоянные обстрелы. Мы не просим, чтобы каждый день с утра до вечера ходили автобусы и ездили. Нам хотя бы пусть сделают наш транспортный отдел автобусы по времени, по графику, чтобы люди знали, что они выедут с поселка и смогут вернуться домой. Жители не могут, ну нет такой возможности старикам дойти пешком до аптеки до ближайшей, до больницы до ближайшей и выехать в город, чтобы как-то что-то где-то скупиться. Нам очень тяжело. Мы обращаемся, куда только можно. И к Захарченко мы писали, но наш транспортный отдел обманул его, сказал, что маршрут 17-го восстановлен, но он не восстановлен до конца, до конечной. Да, там людей очень мало, но там жители есть, и мы страдаем от этого. Нам очень плохо, нам даже страшно ходить. Не то, что далеко, нам страшно туда идти. Там руины, там развалины, детки идут в школы, мамы провожают, мамы встречают, а старики идут ногами, больными ногами. Хотелось бы, чтобы вы нам помогли, хоть по времени, по графику, сделайте, пожалуйста, там.